Болгарская сказка Три брата и золотое яблоко Было у женщины трое сыновей А во дворе у них росла яблоня Ежегодно родила по одному золотому яблоку И каждый год приходила змея И срывала то яблоко Вот старший сын и говорит Мама, дайте мне нож и орехов Я пойду стеречь яблони Пошел, сел под деревом И стал щелкать орехи А змея подкрывалась в темноте И украла яблоко Вернулся сын домой и сказал Мама, я не уберег яблоко Пришла змея и украла его В следующем году Прочится средний Мама, дайте мне нож и орехов Я пойду стеречь яблоню Пошел и так же увлекся орехами А змея подкралась И снова украла яблоко На третий год Говорит маленький сын Мама, теперь дайте нож мне Я пойду следить яблоню Он забрался на дерево Примостил все у яблони И когда ночью опять подкрылась змея Ударил ее ножом и ранил Змея сбежала А парень сорвал яблоко И принес ее матери После позвал своих братьев Идти искать змею Двинулись по кровавым следам И добрались до глубокой пропасти Где змея скрылась Младший брат сказал Что надо кому-то спуститься в пропасть Вызвался старший Чтобы спустили его Но на полпути испугался Начал дергать за веревку И братья вытащили его обратно Начали спускать среднего Но и тот испугался Дернул за веревку И его так же извлекли Как и старшего Тогда младший брат говорит Теперь спущусь я Когда дернул за веревку Спускайте Дернул второй Спускайте еще дальше Пока не перестану дергать И так братья Спускали его Спускали Пока он не оказался на дне Там нашел дом змеи Заглянул в окошко И видит Сидят в комнате Три девушки Одна играет Золотым яблоком И во второй Золотое яблоко А в наименьшее Золотого яблока нет Играется она Золотой мышкой На золотом блюдце Он крикнул Младший Эй красавица Отвори мне дверь А другая девушка сказала Возвращайся Скорее назад Наша мать Вот уже два года Ходит в мир И приносит нам По золотому яблоку А в этот раз Вернулась больная Как мы тебя впустим Она тебя съест Но парень сказал Откройте дверь А то Разобью окно И влезу в окно Тогда поднялась младшая Открыла дверь Он зашел И убил змею После вывел девушек Из дома И пошел с ними К веревке Сначала привязал Старшую Дернул за веревку И братья Вытащили ее Затем привязал Среднему И вытащили И ту Осталась Самая младшая Он ей говорит Если привяжу Я тебя И дерну за веревку Чтобы тебя Подняли вверх Мои братья Перессорятся За тебя И не захотят Достать меня А если я сам Привяжусь И выберу Отсюда первую Тогда вряд ли Ты захочешь Подняться наверх Поэтому я привяжу И отправлю наверх Тебя А мои братья Если любят меня Вытянут меня Потом А девушка Сказала Возьми этот персень Я дарю его тебе Как там наверху Поссорятся Я потребую Самотканный наряд Кто сошьет За того и пойду А ты подожди Немного И когда твои братья Не вытянут тебя Провалишься Еще глубже Там будет Два барана Один белый Другой черный Сядешь на белого Он отвезет тебя На белый свет Сядешь на черного Завезет тебя В подземное царство Привязал парень Девушку к веревке И братья Подняли ее вверх Парень постоял Немного Потом провалился Вниз Прямо на черного барана Только приехал В подземное царство Как баран исчез И парень Двинулся наугад Куда глаза глядят Привлюбился К какой-то бабушке А та бабушка Жила в городе Где был царский дворец Встала бабушка Замешивать тесто На ужин Плакала И на слезах Замешивала муку Парень спросил Зачем она так делает А бабушка Ответила А что делать Сенок Было у меня Шестеро детей Но змея Не позволяет нам Брать воду Пока не отдадут Ее на съедение Человека Я давала Отдала Всех детей А вот она Уже год Опять не подпускает Никого к воде Теперь царь посылает Свою дочь Жертву прожорливой змеи Спросил парень Где царский дворец И бабушка показала Пошел по дворец Вместе с царской дочерью Они ссыли в карету И отправили их С тому месту Где вылезает змея Парень лег И уснул На коленях У царской дочери В это время Вылезла из ямы Змея И подползла К девушке Чтобы проглотить ее Царевна Заплакала Слезинка С ее глаз Капнула парня На лицо И разбудила его Он быстро вскочил И убил змею И сразу потекла вода Царь хотел Отблагодарить смельчака И спросил Чего он желает Ничего мне не надо В этом мире Ответил парень Хочу вернуться на землю Как найдется Кто согласится Поднять тебя туда Сказал на тот царь Я сделаю все Что надо Пошел парень По городу Спрашивая всех Не найдется ли Кто готов Поднять его На верхнюю землю И один человек Сказал ему За городом Растет высокое дерево На том дереве Сидит орлица Она никак не может Выкормить своих орлят Иди туда Может она тебе Как-то поможет Нашел парень То дерево Лег под ним И уснул Но скоро орлята Запищали И он проснулся Посмотрел вверх И увидел Что на дерево Лезет трехголовая змея Махнул ножом И отрезал ей Все три головы Орлы подумали Что парень Напал на их детей И взлетели И напали на него сверху Хотели заклевать его Но малые орлята Сказали Не трогайте его Мама и папа Этот человек Убил змею И спас нас Эй побратим Сказали тогда орлы Говори Чем отплатить тебе За твою доброту Ничего мне не надо Только хочу Чтобы вы занесли Меня на верхнюю землю Занесем Найди Девять ямовых коров Уже девять лет Птицы птицы не делились И кормили нас Месяц Потом сделай сундук На железных шестах Положи в него мясо Что останется И сам садись И не забудь Набрать воды В кожаный бурдюр Мы положим Шесты себе на спину И понесем туда Если скажем тебе Га Дашь нам мясо Скажем пить Дашь воды Юноша сделал все Как было ему сказано И через месяц Птицы взяли Его на крылья И подняли Высоко вверх Но заготовленного мяса Не хватило Орлы требовали Еще и еще Тогда парень Начал отрезать Куски мяса От своих Ладоней и пяток И тем кормил орлов Наконец Они вынесли его На землю И спросили Скажи А что это было За мясо Которое Кормило нас Напоследок Не скрою Побратим И скажу вам Ответил парень Я отрезал мясо От своих Ладоней и пяток Потому что Не стало говядиной Неужели Если бы мы знали Что ты такой вкусный То съели бы тебя Еще под деревом Сказали орлы Вернулся парень Домой К своим братьям Которые до сих пор Ссорились за младшую девушку И он тоже сказал Что хочет взять ее в жены Хочу иметь Самотканный наряд Сказала девушка Кто сошьет За того и пойду Вспомнил Младший брат Отперстник И только взглянул На него Как появился Самотканный наряд Помирились братья И младшая сестра Вышла замуж За самого младшего Из них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok